Вы любите своего мужа? А может вы согласитесь с идеей, что вот это вот раздражение разрушает ваше здоровье, разрушает вашу психику, вам становится от этого хуже. Так может изменить это раздражение, эту реакцию для того, чтобы вы стали снова здоровы, снова счастливы. Бог с ним, с мужем, чтобы вы вернулись в нормальную жизнь. Хотите этого? Это канал Аппаратная психотерапия, я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. Я изучаю, как наша нервная система предопределяет наше поведение, нашу жизнь, наше настроение, наше образование. Все определяется тем, как работают нервные волокна. Законы формирования нервных связей, это законы, в принципе, определяют, как развивается общество в целом. Более подробно, если у вас возникнет желание, вы можете посмотреть в книжке «Медицина, которой нет». Ссылки я приложу в описании. Речь сейчас о том, что нервная система работает на электричестве. Она не работает на звуках, на картинках, нет, только электрический сигнал. И каждый раз, когда вы раздражаетесь на своего мужа, вы испытываете дискомфорт, физический дискомфорт. Где-то давит, где-то тянет. Я вас, может быть, удивлю, но именно вот этот дискомфорт является причиной вашего раздражения. А для чего вы раздражаетесь? Опять же, это законы действия, законы прохождения нервного сигнала по волокнам. И вы в этом ничего не можете изменить. По крайней мере, до настоящего времени у вас это не получалось. Как я уже сказал, нервная система работает на электричестве. Электричество же генерирует только одна структура. Это рецепторы. Рецепторы бывают двух видов. Внешние и внутренние. Внешние получают энергию от космоса. Солнце, Земля, вода, что угодно. Просто получают ничего, при этом не затрачивая никаких усилий, никакой энергии. Внутренние же рецепторы генерируют сигнал в ответ на изменение физического и химического состава нашего организма. Но изменение этого состава – это боль. То есть мы воспринимаем, мы получаем энергию для работы нашей нервной системы либо от Вселенной, либо от боли. Надеюсь, понятно, что в первом случае количество получаемой энергии гораздо больше. Так зачем нам эта энергия? Энергия боли. Дело в том, что в течение нашей жизни у нас постоянно образуются связи между нервными клетками. Огромные рефлекторные комплексы. Мы их называем своим опытом, своими знаниями. С своим подсознаниями, своим подсознанием. Не важно. Но это работает именно за счет постоянного образования таких связей. Чтобы они образовались, мозгу нужна энергия. И он ее получает. Если образовались связи с высоким сопротивлением, электрическим сопротивлением, то энергии, поставляемой от рецепторов, внешних рецепторов, не хватает. Несмотря на то, что Вселенная нам может дать любое количество энергии, которое мы только можем себе представить, рецептор столько не сможет принять. Каждый рецептор где-то около одного пиковата. Очень маленькая цифра. Только за счет их огромного количества мы получаем большое количество энергии. И если сопротивление вот этих путей, электрическое сопротивление высокое, то этой энергии не хватает. И приходится включать энергию раздражения, энергию боли. А почему раздражение, я сказал? Да потому что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И раздражение – это не более чем уровень таких эмоций. А почему мы раздражаемся? Мы постарались бы, раз, посидели бы, помолчало, и все, и тишь, да гласть в семье. Нет. Этого не будет. Почему? Да, по простой причине. Что когда вырабатывается вот эта вот негативная эмоция, связанная с болью, с энергией боли, выброс энергии, и вам в это время легче. Да, это эмоции негативные, вы понимаете, что это плохо, но вы чувствуете прилив энергии, вы более энергичны. И когда вы выплёстываете энергию в виде раздражения, вам становится легче. И если вам сказать, ну-ка, перестань раздражаться, ну, во-первых, вы будете продолжать испытывать эту боль. И вам скажут, ну-ка, перестань, пусть боли не будет. Как? Она есть. И она от вас в данный момент никак не зависит. И во-вторых, любой способ, там, тех же самых успокоительных и тому подобное, он ещё больше снизит поток электричества в мозг. И вы перестанете раздражаться, но только за счёт того, что у вас нету на это сил. А ваше раздражение – это аккумуляторы. Рецепторы, внутренние рецепторы выдали вам энергию. Но почему вы знаете, что это негативные эмоции? Да потому что потом вы чувствуете истощение. Вы устали, вы проорались. Вроде бы всё хорошо, легче стало, но потом вам стало хуже. Потому что эти аккумуляторы нужно опять заряжать. И энергия, которая поставляется от внешних рецепторов, вместо того, чтобы пойти на пользу для вашего организма, она опять формирует патологический болевой отчаг. И вы чувствуете истощение. Как из этой ситуации выйти? Все школы, действующие, или по крайней мере считающие, что они знают психологию, действующие на уровне психики, говорят, пытаются вас убедить о том, что причина не стоит выделенного яйца. Что не надо из-за этого раздражаться. А вы слышите – продолжай испытывать боль. Ну, не вариант. Кроме того, вы пытаетесь, вместе со всеми этими гуру, сенсеями, вы пытаетесь создать новые рефлекторные комплексы, новый опыт, который вроде бы не должен содержать боли. Прекрасно, вы его создали с помощью аффирмации, с помощью медитации, чего угодно, вы создали этот опыт. Он боли не содержит. Но старый-то никуда не делся. Он остался прежним. И вы теперь испытываете два разных, две разные эмоции одновременно. Возможно, что вторая, она несет больше энергии, вы лучше ее ощущаете. И боль притупилась, но она не ушла. Все знания, которые мы в своей жизни получили, они остаются с нами. И это тоже знание, это тоже опыт. И теперь муж стал меньше раздражать. Но постепенно-постепенно все вернется на круги своя. Боль будет нарастать. Потому что я уже сказал, что этой энергии мало. Она не даст вам достаточное, поэтому вы истощаетесь. И формируется все больше и больше таких вот аккумуляторов. И человек все хуже и хуже себя чувствует. Так какой же способ, как можно выйти из этой ситуации? Я предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии. Этот метод создавался не для того, чтобы изменять ваши эмоции. Эмоции вторичные, я вам сказал, это индикатор только. И не более того. Метод аппаратной психотерапии аудиокатрисис Это физиотерапевтический метод. Он создавался для восстановления нормальной проводимости нервных путей. Сделать так, чтобы сопротивление электрическому утоку в этом рефреторном комплексе стало минимальным. И значит энергии внешних рецепторов стало хватать. И необходимость в альтернативной энергии боли просто исчезла. А мозг, наш мозг, наш организм не будет делать ничего, что не нужно. Он энергосберегающий. И вы заметите, что проводя сеансы... А как проводятся сеансы? Да вы надеваете наушники и продолжаете жить своей жизнью. Все, все то же самое. Чтобы буквально через пару сеансов вас уже это меньше стало раздражать. Стало меньше бесить. Еще несколько сеансов. И все выходки мужа, на которые вы реагировали с таким вот всплеском негативных эмоций, они стали безразличны. С точки зрения классической психотерапии вам действительно стало лучше. Аппаратная психотерапия даст гораздо больше. Аппаратная психотерапия полностью восстанавливает проводимость, нормальную проводимость нервных путей. И количество тока по данному рефлекторному комплексу становится максимальным. И эмоции, которые вы при этом начинаете испытывать, это уже положительные эмоции. Эмоции счастья. Если вы продолжите сеансы, то вы заметите, что в какое-то мгновение, действительно в течение нескольких секунд ваше настроение стало великолепным. Это значит, что вы больше не нуждаетесь в боли как источнике энергии. И данный рефлекторный комплекс полностью энергоснабжается внешними рецепторами. Да вы скажете, да и рудак какая-то. Муж постоянно меня бесит. Вот дети выводят из себя, а я наушники одел и стал спокойным, счастливым человеком. А попробуйте. Пять суток после регистрации на сайте вам дается бесплатно. Именно для того, чтобы вы проверили, что это действительно работает. И я вам гарантирую, что если вы будете выполнять инструкцию, это работает. Если вы считаете, что инструкцию придумали для идиотов, это не для вас, то можете даже не начинать. Этот метод на вас не сработает. Это четкий метод с определенной последовательностью действий. Ищите свой путь, свой способ стать счастливой. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Возвращайте в свою жизнь на спокойствие, уверенность в себе, радость. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь, и как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что жить можно счастливым человеком. Спокойным. Не раздражаясь. Будьте здоровы. Будьте спокойны и счастливы.